что это такое это панцирь трилобита азофитного облика скорее всего азофус липидурус ну это может не целый панцирь мы просто сейчас попробуем хотя нет это азофус экспансус абсолютно точно но не это не важно то есть если трещина пройдет она может пройти как по нижней стороне панцирь так по верхней но нижняя сторона панциря она имеет внутренние ну подворот дублюра подворот панциря там всякие есть ну зацепки которые будут удерживать скорее всего камень то есть она больше охоты открывается по спинке чем изнутри что получилось ну это слава не догадал довольно таким выгодил хитином панцирь тем не менее все равно мы видим открытый панцирь единственного часть бегите с хвостового щита ушла в противоотпечаток на скатую попробуем его найти либо рассыпалась вообще вот этот фрагмент раз противоотпечатка левра ушла частично францинске прекрасно основная матрица это ливролит нет такой глинистый известняк все что было здесь все что было это не целый это фрагмент триллобита есть в машине остался 1 2 3 4 5 сегментов и педит то есть еще может сверху просто бахнут я бы внизу бахнут как вот так а так зачем тогда вот так вот так можно сверху можно пофигу он все равно попадет между но уже дышит не понятно что так ломать обычно плохо ну давай давай еще раз бахнем один разряд будет достаточно отлично потому что образец склеен давай два раза все в порядке решила вот как я сказал по боку сломается самками где склеена была армирована эпоксидной композиции она абсолютно держит все по краям обламывается кстати вот это интересная получается можно сверху наклеить его можно какие-то кстати судя по всему можно какие-то ну связь защищать и зоны какие-то камня изолировать защищать ну вот очевидно все вокруг склейки развалился но этот не на суперклей не на циан акрилат была склеена на эпоксидную композицию видимо она она не крупкая там есть пластификатора и видимо такую позволяет смягчать удар этот интересная вещь это интересный опыт статьи ничего пока не произошло данное надо еще попробовать и 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